и предоставить слово одному из главных идейных вдохновителей, инициаторов проведения данной конференции, президенту и основателю Команды Менеджмента Университета, уважаемому Асулбеку Базарбаевичу. Асулбеку Базарбаевичу, я знаю, что вы надолго вынашивали эту идею проведения конференции и приложили много усилий, чтобы она сегодня состоялась. Поэтому, во-первых, разрешите поздравить вас, и, во-вторых, мы предоставляем вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Сегодня я очень рад, во-первых, потому что под организацией Алматы Менеджмента Университета проводят первый международный онлайн-конференции общественного доверия и социальный капитал. Во-вторых, данное мероприятие происходит в преддверии Дня независимости Республики Казахстан, поэтому разрешите всех поздравить с данным праздником. Сегодняшняя тема общественного доверия и социальный капитал организована с тем, чтобы мы увидели и исследовали новые возможности для развития гражданского общества и страны. Вообще, с одной стороны, общественное доверие – это открытые положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность, порядочность и доблажательность другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. С другой стороны, доверие поднимается как готовность следовать правилам игры, принятым в обществе. Ну, например, отдавать долги, выполнять должностные обязанности, следовать принятым обычаям, по мнению одних авторов. По мнению Фукуямы, основоположника этого направления в мире, изучение общественного доверия, успех самореализации конкретного общества зависит не от рыночных принципов и не от приверженности традициям, но от одного распространившегося повсюду элемента культуры – уровня доверия, существующего в обществе. Закон договора экономической целесообразности является необходимым, но отнюдь недостаточным базисом. И, как говорит исследователь этого вопроса в России, декан экономического факультета МГУ, доверие – это альтернативный источник развития. Конечно же, этот вопрос давно изучался в мире. Фукуяма, например, в Конфуции, например, говорил, «В хорошо управляемом государстве должно быть достаточно продовольствия, вооружение и народ должен верить администрации. В случае крайней нужды можно отказаться от вооружения и продовольствия, но не от доверия народа. Ибо если народ перестанет верить, то государству не устоять». Доверие – это мощь, доверие – это сила. Доверие может подвинуть вперед. Людеры, внушающие доверие, могут помочь стране преодолеть кризис. Господин Такаев, наш президент, также отметил важность обратной связи с гражданами нашей страны. Он говорит, что практика показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия. Доверие, в свою очередь, зависит от понимания сопричастности граждан к действиям властей. Властям необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. С другой стороны, за последние два года президент поставил в повестку дня общественное доверие. Он говорит, что ответственное государство, ответственное общество, если ответственный человек. Были сделаны следующие мероприятия. Создание Национального совета общественного доверия, внедрение концепции слышащих государства, политической трансформации, развитие гражданских прав и свобод, развитие волонтерского движения, инициирование закона об общественном контроле, обеспечение открытости и подотчетности национальных и квасиклорастных компаний через введение в составе их советов директоров, представителей гражданского сектора. Принятие концепции развития гражданского общества до 2025 года инициировало новые стандарты служения государства интересам граждан, которые, мы надеемся, будут реализованы в ближайшие три года. Решение о внедрении сервисной модели Министерства внутренних дел с самой болевой точки, внедрение института общественных советов на уровне квасиклорастных компаний. Это правильные направления, необходимые шаги, которые, конечно, должны быть еще реализованы. С другой стороны, общественное доверие в мире давно измеряется. Есть всемирный барометр, Эдельман Траст Барометр, который проводит глобальные исследования по выявлению уровня доверия в разных странах. Если посмотрите на слайд, вы видите, что красным цветом это не доверие, а синим цветом доверие. Так вот, за последние только один год Саудовская Аравия понизился уровень доверия на минус девять позиций, Эмираты на шесть позиций, Гонконг на пять позиций, Канада на три позиции, Соединенные Штаты на две позиции. Это, конечно же, наверное, в первую очередь с коронавирусом, но не только. При этом оценка рассчитывается, что интересно, как по населению стран в целом, так и отдельно по двум социальным категориям среди образованного населения и прочих жителей, то есть, как правило, не имеющих высшее образование. Если вы обратите внимание, то здесь Россия находится на 29-30 месте в этом мониторинге, а Казахстана вообще нет. Глобальные выводы Эдель-Мантрас-Барометр. Они говорят, что доверие к каждому сектору, сектор это, жиждется на двух столпах, компетентности и этичности. Секторы, правительство, оно наименее этичное и наименее компетентное. Медиа малоэтичное и малокомпетентное. Бизнес компетентный, но неэтичный. И гражданский сектор этичный, но малокомпетентный. И это средняя оценка по миру. Как я сказал, Казахстана там нет. Мне кажется, что нет, потому что у нас с этим есть проблемы. И, наверное, все эти выводы вполне можно отнести и к Республике Казахстан. Теперь давайте посмотрим на людей с тем, кто информированный, то есть с высшим образованием и не информированный. Масс, то есть без образования. Здесь видно, что в странах, во всех странах, вот они здесь идут, перечисляются. В любом случае, люди масс, популяшн, то есть не информированы. Их доверие к стране на 14, 13, 16, 21 процент пунктов из 100 меньше. Например, в Германии население на 20 процентов меньше верит, чем образованные люди. Франция на 21 процент. Великобритания на 18 баллов, извините. Таким образом, авторы отчета рекомендуют делать ставку для повышения общественного доверия на обучение и образование, а также призывают компании, бизнес, принимать решения, исходя из приоритетов не прибыли, а всех заинтересованных лиц, не только акционеров, но и сотрудников, клиентов и гражданских сообществ. Мне кажется, это важные уроки для Казахстана. В то же время есть исследования и в Казахстане. Фонд Эйберта в 2018 году проводил доверие к институтам власти. Они утверждают, что, как вы видите, синие – это доверие, красное – это недоверие. Институты власти и организации, которым Казахстане не доверяют в большей мере, это банки, крупные частные компании, полиция, крупные национальные компании, суды, система здравоохранения, профсоюзы и даже казахстанские НПО. Наибольшее доверие к институту президента. Теперь посмотрим другой рейтинг. Доверие к институтам власти в форум стратегических инициатив, который проводил эти замеры в 2018 и 2019 году. Если вы смотрите 2018 и 2019 год, то идет заметное снижение уровня доверия и рост недоверия ко всем институтам власти. Причины спада общественного доверия в Казахстане. Основная причина общественного пессимизма, на наш взгляд, рост неравенства в обществе, связанный с несправедливостью текущей системы. Среди населения растет убежденность, что общественные институты, то есть бизнес, НПО, СМИ и особенно власти действует в интересах узкого круга лиц, а не общества в целом. Распространены непотизм и коррупция. Неравенство и убежденность в несправедливости текущей экономической системы соответственно усиливает страхи, повышает нестабильность. Отсутствует измерение результаты выполнения государственных программ и тем более нет отчетности по результативности этих программ. Пессимизм и недоверие связаны и с качеством информации. Это общемировая тенденция. Ложная информация и фейковые новости становятся новым видом информационного оружия. Как же нам повысить доверие в условиях возрастающего запроса на справедливость, честность и правду? На наш взгляд, конечно, эффективное партнерство между властью, гражданским сектором, бизнесом, СМИ и вузами. Причем, чтобы об этом говорил не только президент, и об этом заботилось и правительство, и министерство, и акиматы. Нам нужно, поддерживая президента, появление во власти чиновников новой когорты, имеющих не только образование, не только опыт, но и личное призвание служить обществу и стране. Государственная служба должна видеть в гражданском обществе ресурс для поддержки политических реформ. Нам нужно повышение профессионализма НПО, как основного мотора развития гражданского общества, укрепление именно независимых СМИ, повышение социальной ответственности бизнеса, роль вузов в развитии гражданского общества реализациями третьей миссии, кроме обучения и науки, но и развития гражданского общества. Нам нужно внедрение гражданского образования. Само образование, хотя и сильно критикуется, но оно достаточно неплохом уровне, а вот с гражданским образованием у нас большие проблемы, потому что зачастую профессора не имеют защищать и не знают свои права и свободы и не вникают в это направление. Нам нужно, конечно, серьезное развитие исследований, направленных на выявление и укрепление общественного доверия. Необходимо выстроить сотрудничество с Эдельман Траст для того, чтобы данные по Казахстану были представлены в глобальном рейтинге. Общество с низким уровнем доверия так никогда и не выиграет от перспектив открываемых информационными технологиями. И одним из эффективных, но пока еще недооцененных в Казахстане инструментов укрепления общественного доверия выступает развитие социального капитала. Что же это такое? Хотелось бы сказать, первые формы капитала, материальный капитал появился только в начале 20 века. Финансовый капитал, банки и финансовые инструменты появились через 20 лет. Через 5 лет начали говорить о важности интеллектуального капитала, который является мощным двигателем любой экономики. В 80-м году была вручена Нобелевская премия за изучение проблем человеческого капитала и его роль в развитии страны. И в 90-е годы только появился социальный капитал. Если экономический капитал это основа и продукт бизнеса, то человеческий капитал это уже продукт образования, а социальный капитал это продукт, который производит гражданское общество. Хотя всесторонний развитие человеческого капитала является необходимым условием социального капитала. Гражданское общество является средством формирования человеческого капитала и главным хранилищем социального капитала, без которого невозможно вести речь об успешности реализации любых проектов социальной серьезной модернизации общества. Социальный капитал с одной стороны это результат взаимодействия людей, доверяющих друг другу, с другой стороны наличие социального капитала позволяет сообщество решать проблемы опираясь на свои собственные силы. С другой стороны есть и сообщество с открытым капиталом бриджинг капитал, который создает большой радиус доверия, распространяет универсальную мораль единую для общества, создает широкие коалиции действующих в общих интересах. Городской образ жизни подразумевает развитие именно открытого социального капитала, полезного для общества экономики. Но есть и группы с закрытым социальным капиталом, для которых характерен малый радиус доверия, то есть выделение узкого круга людей, которым доверяют члены группы, ограниченная мораль, распространяющая только на членов группы, а также существование кланов с эксклюзивным доступом, преследующие групповые цели в ущерб общественным. Структурно-социального капитала в классике рассматривают как доверие между людьми, нормы и общественные сети. И общественные сети, это раньше они существовали до социальных сетей, теперь иногда социальные сети и общественные сети объединяют. Элементами социального капитала соответственно являются связи между людьми, взаимодействие доверие, гражданское достоинство. Социальный капитал это способность людей ради реализации общей цели работать вместе в одном коллективе. Социальный капитал это клей, позволяющий мобилизовать дополнительные ресурсы отношений на основе доверия друг к другу людей. Общество многих достойных, но изолилированных личностей вовсе не обязательно богато социальным капиталом. И вот это кажется мне пункт, который имеет серьезное отношение к Казахстану. Есть и мировые индексы. Вот Solability он делает устойчивый конкурентоспособности, но внутри него есть социальный капитал, индекс социального капитала. Если вы посмотрите на него, то Казахстан находится на 54 месте. Это получается посильнее, чем Россия, которая на 99 месте, рядом с Узбекистаном, который находится на 53 месте. и нам нужны индексы для чего? Для того, чтобы видеть, где мы находимся относительно других и как мы можем подняться. Если по общественному доверию нас нет в индексах, то мы не знаем, где мы находимся, мы не знаем, как улучшить общественное доверие. Понятно, что мы работаем не на индексы и рэнкинги, но они помогают нам ориентироваться в общей карте, помогают нам понять, куда двигаться, поскольку, например, здоровье, безопасность, свобода, равенство и удовлетворенность жизни в стране это критерии социального капитала. Отсутствие или ухудшение социальной сплоченности ведет к снижению производительности и здоровью. Росту преступности провоцирует социальное волнение, парализующее экономическое рост и развитие. С другой стороны, программа устойчивого развития ООН также создала свой проект и свою оценку социального капитала. Естественно, оценок должно быть много, а мы должны выбирать и ориентироваться на те, которые помогут для нашей страны, для нашего уровня развития сделать наиболее эффективную машину улучшения нашей ситуации. Вот в этом проекте у нас только одна строчка есть. Один город они оценили. В то время, как, допустим, в Албании у них, видите, сколько строчек, 10 городов в Албании оценено. И причем они меряют эти материальные активы через климат, общий климат, доверие, измерения, налоги, инвестирование, умение помочь друг другу, дружелюбные отношения друг к другу и гостеприимство. Мне кажется, что эти все показатели очень интересные для Казахстана, но нам можно и нужно войти и в эти рэнкинги. С другой стороны, сказать, что у нас не было социального капитала или нет, так нельзя. На мой взгляд, в Казахстане очень мощный потенциал для формирования социального капитала современного, а старый, скажем так, до капитала 15-17 веков у нас был очень серьезный. Во-первых, военно-кочевая степная демократия. Тогда, вы знаете, не было такой сильной законов, не было указаний, не было полиции или войск, которые бы могли защищать страну. И люди делились на роды, племена, и при призыве войска выставлялись в полном объеме, причем то РУ, который приходил на войну, он приходил обязательно со своей командой, имеется в виду, людей поставлял, он поставлял лошадей, он поставлял питание, и, соответственно, они уже приходили готовые единицы, самоуправляемые. И что интересно, вот такая структура, когда вы идете одним родом, на самом деле позволяла избегать предательства, то есть невозможно уехать с битвы, сбежать, отступать, если с тобой весь род. С другой стороны, были другие обычаи, верлик, когда помогали всем мирам, тому, кто новенький, асар, когда помогали всем мирам, у кого несчастье, и вот эти вещи, конечно, они укрепляли социальный капитал. Жи-Ти-Ата, то, что нам помогает до седьмого колена держать чистоту крови, чистоту нации, с другой стороны, именно вот это вот жи-Ти-Ата помогает понять, где находится весь народ. Когда приезжают люди, ну, старшее поколение, шалдар, особенно спрашивают, и они всегда выясняют, кто откуда приехал, вы знаете, как в прошлые времена же, когда гости приходили даже среди ночи, среди пурги, вот это выяснение, предков выяснение какого рода помогало идентифицировать этого человека во всем Казахстане, и тогда такой человек, он понимал, его идентифицировали, он не может сделать ничего плохого или вредного, потому что быстро вычислят, ну, или доложат его родственникам, кто он сделал, и разделение шутка, то есть весь народ был разделен на три, он как бы спаивал, сплачивал весь народ, но сплочения и социализации не были стихийными. Род со стороны отца, со стороны матери, это имело огромное значение в истории Казахстана. их знание рода из рода расценивалось подобно Тлучини, и считалось позором. И даже есть пословицы разные, то есть чем быть правителем на чужой память о них, о них говорит Султан Галиева. То есть у нас есть мощный задел, который мы можем и должны использовать. К сожалению, пока еще государству не дается безболезненно для всех участников согласовывать интересы населения, власти и бизнеса. Дефицит доверия и слабое развитие социального капитала становится одной из причин низкой предпринимательской активности населения, спады экономического роста, распространения недоверчивости, беспокойства и страхов. Особая актуальность приобретает вопрос изучения общественного доверия и социального капитала, исследования которых, на разгляд, позволят определить новые возможности для развития страны. Большинство исследований сконцентрированы на изучении ценностей, установок и норм в доиндустриальный период. Необходимо провести исследование трансформации социального капитала в период СССР и после обретения независимости. Необходима стратегия социальной модернизации Казахстана с опоры на социальный капитал. Семейный бизнес, концепция семейного бизнеса это тоже серьезное укрепление социального капитала страны. Создание системы оценки социального капитала по регионам Казахстана и крупным городам, как это делает организация объединенных наций. И мне кажется, критика тройболизма, который почему-то у нас есть, почему-то считается Казахстан тройболистским государством, не дает в полной мере использовать потенциал родоприимной структуры для развития социального капитала. В то время как тройболизм это вообще война между друг другом. Такого в Казахстане нет. Разделение на роды это не означает тройболизм. Это означает возможность определить, сегментировать общество для работы с каждым куском этого общества отдельно. На мой взгляд, социальный капитал и обновленный общественный договор создают устойчивое общественное развитие. Спасибо за внимание.